В областном центре больше за 200 военнослужащих Грозенской пограничной группы приняли присягу на верность Радиме и белорусскому народу. Урошистая церемония прошла на мемориальном комплексе воинам-помежникам, загинувшим у первые дни Великой Чины войны. После подрыхтуки новобранцы накируются для проходжения службы на пограничные заставы и посты белорусско-польской и белорусско-литовской мяжи. Юрий Корнялович, Подровязни. Для Гродинца Дмитрия Шесняка питание, в яких частях проходить службу, было неактуальным. После закончения университета он самостоянно пришел в военкомат, кав записаться в пограничники. Не поплывало на решение навод перспектива быть залеченным у элитной подразделения гоноровой варты. Иначе быть не могло, каже молодой человек. А ховость межы краины – это его семейная традиция. Я начал готовиться к службе уже давно. У меня отец был пограничником. Для меня это было с детства. Я видел эту службу, мне она очень нравилась. И как только был призыв, я сразу же сказал в военкомате, что я хочу быть пограничником. Для меня это большая честь. Мой отец был пограничником, мой дядя до сих пор служит. Это очень большая честь для меня. Под час осеннего призыва у Гродинскую пограничную группу были накерованы больше за 200 юноков зуссих регионов Украины. Уссены прошли досконалы отбор, бо миновита гэта служба одна из для многих, что знаходятся у постоянной боевой готовности. Тяга месяца молодые бойцы спастигали азы службы у позаштатным в учебном пункте. Вынеком шахой стало принятие присяги на верность родиме и беларускому народу. Для НУС достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. А кроме непосредственно военнослужащих, у войскового ритуала приняли удел гоноровые гости и родные пограничников. Батьки дали новобранцам свое слово у дорогу. Годно нести высокое звание воина у зеленой фуражцы, належно оборонять державную мяжу. Отец у меня был пограничником, служил на Хиуме и Сареме. Я 16 лет отдал Гродненскому пограничному отраду, сейчас на пенсии. Конечно, гордость, но и радость, что продолжает традиции. Сам начинал служить, мне тоже сказали, живи по уставу завоюющий славу. Ну, так и сыну сказал, чтоб гордился, и зеленая фуражка просто так не дается. После принятия присяги войсков, очагая наступный этап подрихтовки с постигания основ специальности инспектор пограничной службы. Особные курсы продугледжены для водителев и сувязистов. И только после этого новобранцев накируют непосредственно на заставы и посты Гродненской пограничной группы для проходжения войсковой службы.